Добрый вечер, уважаемые телезрители! В прямом эфире программа «Наедине со всеми» и я, ее ведущий Александр Катунцев. К сожалению, вчера, 9 мая, в день празднования Дня Победы, в Одессе не обошлось без провокаций и столкновений. Сегодня в гостях у нас в студии участник общественного движения «Зеленый лист», председатель Одесского подразделения Национального экологического центра Украины Владислав Болинский и общественник Евгений Шляхтин. Здравствуйте, уважаемые гости! Ну, сегодня хотелось бы поговорить на разные темы. И, безусловно, основной темой нашего разговора сегодня будет, наверное, что разобщает людей вот в дни памятных дат. Но перед началом нашего разговора, нашей беседы, я хочу напомнить телезрителям, что мы традиционно проводим интерактивное голосование. И сегодня хотелось бы узнать ваше мнение вот по какому основному вопросу нашей программы. Что разобщает людей в дни памятных исторических дат? У нас есть три варианта ответа. Если вы считаете, что отношение к прошлому, звоните по телефону номер 728-01-70. Если же вы считаете, что реакция на настоящее, звоните по телефону номер 728-01-71. Если же неопределенность будущего, звоните по телефону номер 728-01-72. Кроме того, хочу обратить ваше внимание, что у нас восстановлена телефонная связь. Поэтому, если возникнут вопросы к нашим гостям, звоните по телефону прямого эфира 728-7207. Я думаю, что гости с удовольствием ответят на все интересующие вас вопросы. Итак, мы перейдем к нашей беседе. И повторюсь, что, к сожалению, вчера, 9 мая, не обошлось без провокаций, без столкновений, без потасовок. Вы вчера были на Аллее Славы и были непосредственными участниками всех этих событий. С вашей точки зрения прокомментируйте, как вчера все происходило и что вообще происходило на Аллее Славы. Ну, вы знаете, необходимо прекрасно отдавать себе отчет, что в воюющем государстве, в государстве, которое подвержено внешней агрессии, существует, поскольку это война гибридная, как мы понимаем, и она осуществляется и в информационном поле. И еще год назад мы стали свидетелями использования вот этой политтехнологии, как ее шутливо называют «дит на палочке», сейчас, когда ее придумали и пытаются водворять, и в частности, и в Украине тоже. Люди должны понимать, что на поддержание этой политтехнологии были затрачены достаточно большие деньги. Как любая политтехнология, да, конечно, важна сама идея, но на протяжении года работала команда, она, в общем-то, получала деньги, и результат мы вчера увидели. Конечно, все это понимали, и мы понимали, как общественники и правоохранительные органы понимали, что это будет происходить. Поэтому, как бы, это не явилось такой вот новостью. Конечно, с точки зрения эффективности, я считаю, что в Одессе она была неэффективна, в Одессе Апоблок не получил желаемую картинку, и в данном случае я считаю, что это заслуга в том числе и общественников. И более того, это не была наша деятельность, и вот фотовыставка, в том числе, вшанувание памяти загиблым героям российско-украинской войны. Ту фотовыставку, которую мы проводим уже более двух лет. Ну, мы о выставке давайте чуть позже поговорим. Я хотел бы еще у Евгения узнать, как он оказался на Аллее Славы и какие впечатления от происходящего. Ну, я переселился вообще-то с Астаханово, это Луганская область, это оккупированная территория. Уже три года живу с родителями в Одессе. Конечно, Одесса очень нравится, но, к сожалению, на эти памятные даты постоянно проходят какие-то провокации. Понятно, что продолжается гибридная война и агрессия РФ, которая сказывается на событиях, которые проходят в Одессе. Ну, вы знаете, все относительно. Конечно, если сравнивать с 2015 годом, когда мы с моей мамой пошли на акцию 9 мая, возложить цветы в памяти погибших во Второй мировой войне, то мы тогда, конечно, были вообще в шоке, потому что у нас было какое-то такое дежавю, вы знаете, мы пришли вдвоем с маками, возложили цветы, и тут идет, ну, этот так называемый бессмертный полк. Все с колорадскими лентами, все с лозунгами «Донбассы, мы с тобой» и так далее. Мы, честно говоря, были тогда очень шокированы. Ну, реально было такое ощущение, что это 2014 год, когда вот эти все люди, вот эти озлобленные, агрессивные, создавали ширму для ввода российских войск на Булганскую и Донецкую область. В этом году, по сравнению, конечно, с 2015 годом, я считаю, что было лучше. Но я думаю, как сказал Владислав, это все благодаря волонтерам, так как очень приятно было видеть, что очень много людей было с маками, очень много было людей с флажками Украины. И, ну, и, конечно, отдельные люди, которые, там, не знаю, там, какая-то девушка меня поразила, которая, когда вот эта озверевшая толпа была, она прямо в этой толпе стояла флагом Украине. Если познакомиться с другими людьми, тоже патриотами Украины, которые, ну, с какой-то символикой стояли, и, ну, какие-то были совестные перепалки с пророссийски настроенными гражданами. Ну, в целом, я рад, что, ну, чуть-чуть лучше, потому что правоохранительные органы реагировали и на колорадские ленты, и уже, ну, мне так получилось, что мне даже не попадалось в люди, которые были запрещенной символикой. Да, конечно, в этой толпе люди пытались, не знаю, использовать детей своих, одевали детей в советскую форму, советских военных, там, не знаю, ленту, так называемую, Георгиевскую, не знаю, засовывали в портреты своих, ну, предков, там, которые погибли во Второй мировой войне. Ну, в целом, это уже как-то, мне кажется, чуть-чуть, ну, с предыдущими годами было на убыль, и это приятно, ну, я считаю так. Ну, и все-таки, к сожалению, не удалось избежать столкновений, провокаций. Были задержанные люди, были потасовки. Как вы считаете, а с чем это связано? Кто недоработал, так сказать? Ну, смотрите, вот если мы говорим, как раз Евгений вспомнил 2015 год, а если мы помним, то предшествовали эти события, предшествовали выборам тогда, и после этих событий губернатор, тогда был палец, а он был уволен с должности. То есть, тогда и сейчас я уверен, что, поскольку, ну, мы понимаем, что электоральное поле – это наш, это электоральное поле нашего нынешнего мэра, да, что вот эти заигрывания с электоратом, они приводили к вот такой обстановке, напряжению ситуации в городе. Тогда на событиях 2 мая, на трагических событиях 2 мая грели руку как Геннадий Леонидович, так и Апоблок. И, в общем-то, результатом вот были те несанкционированные митинги, которые проводились под видом возложения цветов на Аллее Славы. И, к слову, тогда же нашу выставку фактически украли с Аллеи. Ну вот, кстати, что касается выставки, мы обещали поговорить и о ней в том числе. Я хотел бы, чтобы вы подробнее рассказали о выставке, которую вы организовали. И, кстати, а почему именно 8-9 мая, то есть вот в эти дни вы организовали эту выставку на Аллее Славы? Ну, эта выставка, та выставка, которую одесситы уже знают, она уже более двух лет выставляется в разных местах, и на Приморском бульваре, и на Думской площади, и около здания облгосадминистрации, и на поселке Котовского мы ее выставляли. Идея тогда еще, мы понимали, что, к сожалению, у нас не было возможности, это было в 2015 году, не продавить решение о создании мемориала воинам АТО, и не гарантировать тогда признание России страной-агрессором. Тогда на сессии Горсовета эти вопросы откладывались, и только таким вот трудом нам удалось и с помощью этой фотовыставки, когда мы фактически давали возможность людям, родственникам погибших, и просто одесситам возложить цветы погибшим героям, с одной стороны, и с другой стороны, и вшенувать память этих погибших героев, и с другой стороны, давили на органы местного самоуправления, для того, чтобы они признали Россию страной-агрессором, и в конце концов был принят проект решения о создании мемориала. Так вот, мемориала воинам АТО нет до сих пор, хотя проект решения был принят еще в 2015 году. Александр Стапенко подал его, и здесь очевидно, что если есть такая воля у городских властей, потому что это деньги из городского бюджета, то все очень быстро и хорошо делается, и строится буквально. Вот Аркадия была выстроена там в считанные месяцы, да, и такие объемы работ, если этого желания нет, и вот сейчас я вижу такой вот диссонанс в этом электоральном поле, когда господин Спорик предлагает господину Труханову определиться, он с ними или он не с ними. Так вот, в принципе, это все как бы игры, которые далеки от реальности, а реальность вот она, в стране война, и одесситы должны знать о том, что она осуществляется настоящим оружием, и эти гибели, это действительно гибель героическая, и это смерти людей, это беженцы. И как раз вот Евгений, как участник и свидетель этих событий, может передать частицу того ужаса, который там происходит, потому что я туда ездил достаточно долго на линию разграничения, и я это видел своими глазами, и мне хотелось это показать одесситам. Вот эта выставка, это и есть часть вот этой программы для того, чтобы люди понимали, что происходит на самом деле. Поэтому мы ее и расположили 8-го и 9-го на Аллее Славы, потому что как можно вспомнить героизм солдат тех лет и не вспомнить героизм ребят, которые гибнут каждый день. Это наши ребята, это молодые парни, которые просто своей грудью защищают целостность этой страны. Да, Евгений, что касается ваших ощущений, и более того, вы являлись непосредственным участником, Владислав сказал, что вы своими глазами все это видели, насколько я знаю, даже вы бы обывали в плену. Да, все это верно. Я всегда жил и родился в Стаханове, это Луганская область. Не знаю, никто, наверное, не думал, что у нас начнется война. Не знаю, строил карьеру, работал в органах местного самоуправления. И когда победил Майдан, и началась так называемая русская весна, пришла в наши города, я не понимал, в чем смысл. Почему из-за того, что мы присоединимся к России или кому еще-либо, нам станет жить лучше или у нас что-то улучшится. Я считаю, что только мы своими силами должны наводить порядок в своей стране, в своих городах, в громадах и так далее. Ну и, не знаю, противовес. Или чтобы выразить свою позицию, я начал организовывать патриотические акции у себя в городе. Мы сперва просто собирались, потому что, знаете, тяжело пребывать в таком вакууме, когда вокруг там все кричат Россия, там, ура, вперед и все, ты их не поддерживаешь, ты их не понимаешь. Они рассказывают о каких-то распятых мальчиках и подобной чуши. Такое бывает, расскажут, что ты даже не можешь себе подумать, как оперировать на какие-то подобные вымыслы. Ну, мы через социальные сети, была у нас группа в социальных сетях Сведомия Украинской Сестахановой, мы начали встречаться, мы начали проводить Шевченковские чтения, автопробеги, конкурсы детского рисунка в поддержку украинских военных. Проводили автопробеги. Сейчас, как сейчас помню, 26 апреля у нас была последняя акция в городе Сестаханово. Мы провели автопробег в Сестаханово, Кировске, ну, в ближайших городах, которые были, это, знаете, такой был глоток свободы, потому что первая акция у нас не удалась, люди побоялись выйти на нее, но, тем не менее, мы там присоединялись с Луганскому автомайдану, ездили и в Луганский аэропорт, как волонтеры там помогали нашим военным. Ну, вот 26 апреля, это, наверное, дата оккупации моего города, потому что, наверное, прошло около двух часов, и в город ехали первые 40 автоматчиков, начались захваты админзданий, начались появляться какие-то блокпосты, люди с оружием, знаете, какая-то параллельная реальность была, потому что есть легитимная власть, есть вроде бы правоохранительные органы, и в то же время какие-то формирования, которые, ну, вооруженные, которые начинают какая-то махновщина, люди начинают пропадать, у людей на блокпостах там забирают деньги, машины там кидают на подвалы. Ну, так получилось, что я тоже попал, ну, я еще 9 мая попал на стенд на пророссийском митинге, что с надписью «Нацисты города Стаханово», «Правый сектор», там, «Пособники Яроша», просто за то, что выходил на акции и читал стихи Шевченко. А 31 июля в рабочий кабинет ко мне ворвалось 6 автоматчиков, и меня забрали на подвалы. 30 суток я пробыл на подвалах у боевиков ЛНР. Ну, знаете, это, конечно, это очень ужасно, это, ну, не передать словами, насколько это, ну, какой-то ужас пережить все это, потому что были пытки, а мы еще особо опасны были, так как мы за Украину, укропы. И, ну, не знаю, нас били, там, пытали, там, водили на допросы. Если ты не говоришь боевикам, там, контрразведке что-то, то тебя начинают бить до потери сознания. И, ну, приходилось что-то говорить, конечно, говорили о тех людях, которые выехали, там, в общем, организации. У нас 6 человек в целом, проукраинских, которые были со мной вместе на акциях, попали. И было разное. Люди, которые ломались, и которые переходили на ту сторону, и людей некоторых, которые были проукраинские, ну, не с нашего круга общения, забивали там дубинками, не умирали на глазах. У меня в первую ночь, ну, просто пьяные боевики, шли бои уже. В тот период, как раз, освободили там треугольник из Северо-Донецка-Лесичанск-Рубежная. Бои были уже на рубежах Первомайки, но это где-то 15 километров от моего родного города. Боевики очень были злые на тот период времени. Они уже, ну, думали, или оставлять Стаханова, ну, или принимать последний бой. Ну, они приходили веселиться, они свою злость, ну, сносили на пленных. Причем, ну, я вот 30 дней был, человек, за этот период, человек 200 прошел. И не было ни одного военного. Все были люди вот гражданские, у кого-то бизнес отзывали, кто-то там нарушил комендантский час. Да тут свободное действие хорошо, гуляешь сколько хочешь, да скольких хочешь, наслаждаешься, я не знаю, архитектурой, морем и так далее. А там 10 часов комендантский час, если ты вышел позже этого времени, все, тебя могут забрать и неизвестно, отпустят или нет. Ну, это ужасно на самом деле, поэтому, конечно, очень не хотелось, я к любым проявлениям сепаратизма очень негативно отношусь, и надо это бороться, надо объединяться патриотом и бороться, чтобы подобного, конечно, здесь не повторилось, и даже отголосков каких-то не было. Ну, вы действительно рассказываете страшные вещи. Я понимаю, что то, что вам удалось пережить, это сложно даже осознать тем людям, которые далеко-далеко от линии фронта. Я думаю, это, наверное, тема отдельного разговора и тема отдельной программы. Все-таки, возвращаясь к нашей теме, к событиям 9 мая в Одессе, кстати, вы вот, в отличие от многих таких, так сказать, горячих голов, 9 мая провели совершенно мирную, совершенно такую спокойную акцию. Вы возле облгосадминистрации высадили аллею ЛИП. Я хотел бы, чтобы мы с вами посмотрели, наши телезрители, как это происходило, а после чего попрошу вас прокомментировать, как прошла эта акция с вашей точки зрения. Давайте посмотрим. За последние несколько лет сквер, который находится возле здания Одесской областной государственной администрации, сильно изменился, и причем в лучшую сторону. Теперь тут стало намного чище и уютнее, и во многом благодаря неравнодушным одесситам. Сквер Небесной сотни, где установлен памятный камень героям АТО, стал популярным среди патриотов. И вот уже который раз активисты фактически своими силами пытаются сделать его еще лучше. 9 мая представители общественных и гражданских организаций собрались на аллее воинов антитеррористической операции. Сегодня день памяти, 9 мая, и акция посвящена, конечно же, погибшим нашим героям, героям, которые защищали Украину во все времена. И сейчас, как мы видим, акция проходит уже активно, высаживаются деревья. Активисты высадили 20 либ закрытой корневой системы. Акция связана также с тем, что в городе, несмотря на указ президента о чествовании памяти героев АТО, и Небесной сотни на деле ничего не происходит. И городским властям до этого совсем нет дела. Если, допустим, брать примеры других городов, мы видим, что создаются альпийские горки, ну вот на таких памятных местах, и на это деньги абсолютно не жалеются. И стоимость таких горок впоследствии их обслуживания, все это ложится на плечи городской громады. Я думаю, что Одесса в состоянии обеспечить содержание вот таких мест в достойном состоянии. Ну а пока средства на облагоражение памятных мест из городского бюджета не выделяются, одесситы своими силами делают то, что, по их мнению, очень важно и необходимо. Я считаю своим обвязком быть сейчас здесь, потому что с великой повагой и склоняюсь перед теми хлопцями, которые погибли в зоне АТО, склоняюсь перед их батьками, матерями, женщинами. И это маленькая-маленькая маленькая ознака, которую мы можем сделать для этого. И память про этих хлопцев будет всегда в наших сердцах и в наших умах. Мы узналися про эту акцию, сразу решили в ней принять участие, потому что сегодня такой день, день памяти. И мы должны не делать конфликты, а должны память, что дяди и наши батьки добывали ту победу, чтобы мы сегодня жили в мирном небе, при зелене, чтобы место процветало, а не воевали друг с другом. Очень надеемся, что этот сквер не постигнет участь французского бульвара, где были сломаны молодые деревья, высаженные активистами. Ну а городские власти наконец-то установят давно обещанный мемориал. Денис Шуцила, Сергей Коняхин, Телеканал Круг. Ну я считаю, замечательная акция, конечно, вот кто высаживает деревья, честь и хвала этим людям. Спасибо вам за это. Почему? Потому что любой город, любой населенный пункт нуждается в зелени, а что уж говорить об Одессе, южном жарком городе. На ваш взгляд, как вы считаете, как прошла эта акция? И, кстати, почему вы выбрали именно этот день? 9 мая. Ну, да, действительно, это не в рамках озеленения, потому что, ну, как вы понимаете, я как организатор движения «Зеленый лист», мы высаживаем. Сейчас, конечно, немножко не сезон, деревья высаживались закрытой корневой системой. Просто у общества есть запрос на то, чтобы что-то сделать для для шанувания памяти. И, поскольку, как вы видите, затягивается это создание мемориала, люди настроены на конструктив, тем более, такой день, когда действительно необходимо вспоминать всех погибших. и поэтому эта акция была продиктована именно вот этим желанием и готовностью громады к такому, к такой высадке. Акция прошла очень хорошо, мы ее объявили заранее, призвали все патриотические организации к участию в этой акции. И, действительно, откликнулось ряд таких организаций, и в том числе молодые патриоты, это и Волочный фронт, и Правый сектор, это ДИЯ уже, ребята постарше, и ряд других организаций. Очень хорошо прошла, очень душевно. Потом отец Дмитрий Украинской Православной Церкви была панихида. И я надеюсь, что правда были разногласия со стороны, скажем так, претензии со стороны горзелентреста, потому что, ну, скажем, дело в том, что это газон, и на газоне как бы не всегда принято высаживать деревья, с одной стороны, но с другой стороны газон это та часть, за которой осуществляется уход. Если эта газонная часть уже много-много лет, и на ней растет та трава парей, которая высевалась еще в советские времена, и даже у города нет ни желания, ни возможности засеять там нормальную газонную траву, то тогда я понимаю, что этого не будет сделано и в ближайшее время. Именно поэтому такие вот неухоженные места необходимо брать в свои руки, и в данном случае это было именно такое решение. Как я уже говорил, акция прошла очень хорошо, мне очень понравилось, деревья я надеюсь, что приживутся. я понимаю. А, кстати, вы, Евгений, как относитесь к подобным акциям? Полностью поддерживаю эту акцию, это прекрасная акция, вообще озеленение города, всегда поддерживаю подобные акции. Но, к сожалению, я не принимал в ней участие, я в это время был на Аллее Славы и раздавал майки и украинскую символику, украинские флажки. И вообще, я чисто случайно попал в эту акцию, так как я находился, пошел почтить память с родителями на Аллее Славы, уже выходил с Аллеи Славы, спросил просто, что это за акция, сказали, люди волонтеры, тут маки, посчитал, что это тоже замечательная акция, присоединился сам, так как смотрю люди с утра этим занимались, раздачей, уже подустали, сам присоединился просто спонтанно к этой акции, позвал своих родителей и присоединился, потому что, ну, если городские власти этим не занимаются, то почему не поддержать такие благородные и хорошие идеи людей, простых волонтеров. Ну да, безусловно. Но, тем не менее, то, что, к сожалению, повторюсь, наше общество расколото, это факт, я думаю, никто с этим спорить не будет, потому что мы видим, что происходило и в Одессе, не только в эти памятные дни, да, но и в другие, в том числе. Видим, что происходило, видели все, наверное, в выпусках, новостях, что происходило в других городах Украины. как вы считаете, что вообще разобщает людей в дни памятных исторических дат? То есть, как бы вы ответили на тот вопрос интерактивного голосования, который мы ставили сегодня перед нашими телезрителями? Ну, ситуация вообще разная, на самом деле, она отличается в Одессе от других городов, и если вы, и зрители, обратили внимание, в Одессе как раз прошло все более или менее спокойно. И это не столько благодаря, сколько вопреки, надо признать, что все-таки Одесса уже получила свою прививку от сепаратизма. И события 2 мая, они стали толчком для переосмысления всего происходящего, и в результате этих событий самые агрессивные, самые маргинальные, самая маргинальная часть, та часть, которая является организатором вот этих вот беспорядков. И, собственно, это и есть электоральное поле и ОПО-блока, и сейчас за них борется с одной стороны ОПО-блок, с другой стороны Геннадий Леонидович, хотя он пытается от этого откреститься. Но они в результате этих событий либо были вынуждены уехать из города и страны, и сейчас многие из них с оружием в руках воюют против Украины, либо они сейчас осуждены и так далее, либо просто напугались, как мы знаем, такие лидеры, как коммунист Ибрагим и ряд других, они являются фигурантами в расследовании, поэтому вот это всё в принципе позволило одесским событиям не развиваться вот так, как, допустим, это было в Днепре. и тем не менее роль органов правоохранительных здесь могла сказать, скажем так, здесь вообще могло быть всё спокойно, по сути, то есть, потому что если бы события, вот то, о чём мы говорили 2 мая со стороны органов правоохранительных расследовались на том этапе и в последующее время более активно, я думаю, что сейчас и таких проявлений сепаратистских не было, потому что, как мы понимаем, есть закон в шанувании памяти, есть закон о декоммунизации и, скажем, вот такие события, которые предшествовали праздникам, когда на сессии горсовета господин Брындак поднимает с голоса вопрос об отмене решения по декоммунизации припринятой согласно закону в рамках и во временных рамках в соответствии с законом. Это всё есть раскачивание вот этого электорального поля, это всё есть провокации, на которых потом можно получать политические дивиденды. И ещё хочу сказать, что я считаю, что опять же это заслуга общественников, потому что в рамках расследования этих событий, ну, как вы знаете, была самоорганизована группа 2 мая, группа журналистов, экспертов, и я как химик вошёл в эту группу, пожаротехническую экспертизу я делал, и мы выпустили ряд книг, и вот это одна из них, Одесса 2 мая 2014-го, как это было, это материалы, и я хочу вам её презентовать сейчас. Спасибо большое, спасибо, я обязательно почитаю. Да, и в этой книге мы старались восстановить поминутную хронологию, это та часть, видимая часть работы, также была, осуществлялась большая, очень серьёзная работа, это антипропаганда и развенчание тех мифов российской пропаганды, которые продуцировались на тот этап и продолжают продуцироваться, и поскольку одесситы к нам ближе, они, вероятно, узнают, об этом читают, и это тоже результат деятельности общественников. Я считаю, что всё должно было быть в Одессе ещё гораздо, гораздо спокойнее, и вот это явные недоработки, и это явные провокации со стороны, ну, прошедшие провокации со стороны органов самоуправления, это однозначно. Понятно. А у вас какая точка зрения, Евгений, по этому поводу? Что разобщает людей? Ну, не знаю, что касается интерактива, тут, наверное, совокупность факторов. Всё же таки, 70 лет тоталитарного режима, который всякое инакомыслие, расстреливал, убивал, отправлял ссылки, ну, даёт до сих пор о себе знать. Второе, это, конечно же, всё же таки настоящее, потому что всё же таки продолжается гибридная война и многие люди, к сожалению, прислушиваются к российскому телевидению, оно очень сильно зомбирует и тех людей, которые были и на оккупированных территориях на данный момент и нужна политическая воля, нужна политическая воля, чтобы всё это зарубить. как сказал Владислав, всё же таки, многие ОПО, блоки, там, Труханов, там и другие, они играют в эти игры, играют на эмоциях этих людей, чтобы получить свои голоса на выборах, а тут нужна политическая воля, тут надо всё это жёстко пресекать, возможно, не знаю, брать какие-то практики, например, в Латвии, что гражданин, не гражданин, чтобы люди сдавали, может быть, экзамен, и имели, и не имели после этого экзамена гражданские права или нет. Если бы эти люди сдавали, я думаю, часть какая-то не сдавайте экзамены, и они не могли влиять на политический курс страны, и, соответственно, ОПА-блоки и другие партии не могли бы, ну, бессмысленно было манипулировать, это совсем был другой разговор и развитие страны. Понятно. Что ж, спасибо большое. Я считаю, конечно же, что много проблем в нашей стране, и вот то, о чём мы сегодня говорили, что разобщает людей, да, тема широкая для дискуссий, и есть о чём задуматься, есть темы для разговора, так сказать, но вот если в привязке к Дню Победы, да, к 9 мая говорить, вы помните, раньше на многих мемориалах писали, да, чтобы помнили, то есть, в принципе, люди должны помнить ту страшную войну, для того, чтобы не повторять этих ошибок, чтобы не было её вновь. Видать, забыли. Я хочу пожелать всем вам, и вам, уважаемые телеврители, в первую очередь, мира, конечно же. Спасибо вам. Да, спасибо. Всего вам доброго. Что ж, уважаемые телезрители, наша программа подошла к концу, мне остаётся подвести лишь итоги интерактивного голосования. Напомню, что сегодня мы спрашивали у вас, как вы считаете, что разобщает людей в дни памятных исторических дат. Было три варианта ответа. 41% наших телезрителей считает, что отношение к прошлому, 40% телезрителей считает, что реакция на настоящее, то есть практически поровну голоса разделились, и 19% телезрителей считает, что неопределённость будущего. Спасибо вам большое за голосование, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова